Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Криптовалюта находится на грани того, чтобы увидеть первый реальный законодательный акт, который сможет сделать ее полностью легальной и регулируемой на территории Соединенных Штатов Америки. Конечно же, это еще ранний законопроект, но разница между тем, что мы видим сегодня, и тем, что мы видели за последние два года, это просто небо и земля. И как мы говорили, как только Китай начнет работать над криптовалютами, как только другие страны начнут заполнять пустоту в этой революционной индустрии, которую оставили Соединенные Штаты и другие западные страны, это вызовет неизбежную гонку экономических вооружений, финансовых вооружений, можно назвать это так. Это схватка за то, кто будет лидером следующей финансовой системы. Финансовой системы, которая будет контролировать абсолютно весь мир. Самая большая новость этого года. Законопроект МакГенри Томсона о легализации криптовалют. Америка возвращается. Здесь 160 страниц текста. Мы знаем, что всего несколько недель назад Пекин опубликовал свою собственную белую бумагу развития технологий Web3.0. И это произошло через несколько недель после того, как Гонконг решил разрешить розничным инвесторам покупать криптовалюту. Это очевидные шаги по перехвату лидерства в этой индустрии, которую регуляторы США ранее настойчиво пытались выдавить за границы своей страны. Китай пользуется этим, чтобы удовлетворить явную, огромную экономическую потребность мира и стать эффективным и гостеприимным домом для одной из крупнейшей, в денежном выражении, индустрии. И вот сегодня мы имеем этот законопроект, который фактически начнет определять, какие криптовалютные активы будут регулироваться как товары, а какие как ценные бумаги на территории США. Это огромный шаг по возвращению США в эту игру. И опять же, еще слишком рано судить о том, будет ли это иметь большое значение на краткосрочной перспективе, когда этот закон будет принят и каким будет его окончательный текст. Но сейчас мы уже видим, что первоначальный нарратив комиссии по ценным бумагам и биржам США до того, как Гэри Гэнслер стал ее председателем потихоньку возвращается в виде этого нового закона о регулировании децентрализованных сетей, криптовалют, токенов и блокчейна. Но самое главное, мы видим первые несколько шагов к тому, что может стать настоящей легализацией криптоиндустрии в США, представляющей своего рода конституционные меры защиты держателям криптовалюты и устанавливающей наиболее важные, четкие, руководящие принципы того, как криптоинноваторы могут потенциально двигать вперед американские компании с помощью криптотехнологий и запуска криптотокенов. Безо всякой путаницы, без всей этой регулятивной враждебности, потому что сейчас у нас нет никаких правил, и сколько бы отрасль не умаляла об этих правилах, в том числе и через судебный процесс Ripple XRP. Они получают абсолютный отказ со стороны регуляторов и даже наоборот объявление войны такими органами, как СЕК. И знаешь, как я бы назвал этот момент? А особенно момент принятия этого закона. Я бы назвал это, я бы назвал это моментом рождения второй конституции Соединенных Штатов, моментом появления вторых отцов-основателей этой страны, моментом, который сохранит ее лидерство и ее силу. Регулирующие органы, согласно этому закону, не будут иметь влияния на криптоиндустрию совсем, ведь их работа заключается в обеспечении соблюдения правил, а не в их создании. Созданием будет заниматься Конгресс. Исходя из всего сказанного, мы видим просыпающуюся активность со стороны Конгресса США. Давай будем честными, есть много членов Конгресса, которые ненавидят криптовалюты. И поэтому я думаю, что предстоящие выборы в США станут настоящей лакмусовой бумажкой того, что произойдет в США в отношении к криптополитике. Выборы 2024 года станут сверхважными. Это будут самые важные выборы в истории США для криптоиндустрии, и для самих штатов, да и для всего остального мира тоже особенно. Для Китая и Гонконга. Если у власти останется куча законодателей, которые занимают антикриптовалютные позиции, что может быть хуже для США, чем это? Они уступят свое лидерство тому же Китаю и будут просто наблюдать, как он становится лидером новой финансовой системы. Однако я всегда оставался оптимистом по отношению к биткоину, и я всегда больше заинтересован в биткоине тогда, когда он находится внизу, а не тогда, когда он обновляет новые пики. К сожалению, многие люди делают все наоборот. Мы видим это даже по просмотрам на канале. 20 тысяч просмотров на видео, в то время, когда биткоин практически у своего дна. И 200 тысяч просмотров тогда, когда он обновляет исторический хай. Это неправильно. Мы должны делать все наоборот, накапливать на медвежьем рынке, а продавать, когда биткоин обновляет исторический пик. Прямо сейчас мы видим намеки на нормативную базу для криптовалюты в США. Когда она будет готова, когда все формулировки, правила, полномочия будут согласованы, а затем будут приняты и вступят в силу, это может открыть путь для бычьего рынка. Однако это не случится за один день. Могут пройти месяцы. И нужно ожидать результатов выборов, которые на это повлияют. Но все же, на мой взгляд, произошедший это огромный шаг вперед. Это именно то, что происходит сейчас в других странах. И Америка пытается включиться обратно. И этот шаг является ступенькой на пути к настоящему принятию криптовалюты. Мы еще не видели настоящего принятия криптовалюты. Но надеюсь, что через этот законопроект увидим. Однако настоящей криптоэкосистемой будущего, которая, надеюсь, будет в США, станет та система, которая полностью интегрируется в финансовую систему, обеспечит беспроблемный вход в систему и реальную простоту использования таких вещей, как NFT, различные криптоприложения, криптоигры, метавселенные, и, конечно же, возможность покупать и хранить ключевые криптовалюты, такие как биткоин и эфириум. Причем после принятия всех этих законопроектов это будет сделать так просто, что даже твоя бабушка, которая не может разблокировать смартфон, сделает это безо всяких трудностей. Представь себе, что будет тогда с криптоиндустрией, что будет с биткоином и что будет с эфириумом. США сделали шаг по направлению к этому прекрасному будущему прямо сегодня. И поэтому мы должны понять, что наличие этих нормативных правил для криптовалюты позволит новаторам назвать США своим домом снова, что позволит криптоотрасли по-настоящему процветать. И сегодня я могу сказать, что это не маленькая победа, это может стать большой победой в будущем. Главный юрисконсульт Coinbase прокомментировал это так. Это огромная победа увидеть подобную формулировку от США, где до сих пор о крипторегулятивной ясности и мечтать не приходилось. Это то, о чем все мы умоляли не первый год. И просто поразительно, что даже выкатить пилотную версию законопроекта у США заняло столько времени. Я искренне верю, что люди, которые находятся в самых высоких кабинетах при власти, понимают, что здесь происходит. Они знают также и то, что будет происходить. И их цель пытаться контролировать это, по сути, удерживая цены на рынке под контролем с помощью негативных или позитивных новостей, а затем, в конце концов, попытаться принять закон, который позволит им контролировать эту индустрию. Но население, люди, проснулись из-за того, что существуют такие публичные бесплатные каналы, как мой, ну или другие, гораздо лучше моего. Все мы делаем одно и то же дело, независимо от того, сколько у нас подписчиков, сколько просмотров. Это не столь важно. Важно то, что мы несем. Важно то, что мы пытаемся разбудить людей уже не первый год. Мы распространяем новости и информацию, необходимую не только законодателям, но и обычным людям, чтобы понять, почему криптовалюты это важно, почему биткоин и эфириум это свобода. Чтобы понять, что ЦВЦБ, цифровые валюты центральных банков, это по сути кошмар, который сошел со страниц книг Оруэлла. Что нам нужно защитить свои права на владение биткоином и эфириум, права на инновации в области криптовалют, услуг, продуктов и сетей. И это именно то, что мы, наконец, начинаем видеть в США и Конгрессе. Если ты выступаешь за развитие криптоиндустрии и рост криптовалют, ты просто обязан поставить лайк. Это тебе должно понравиться. Если это так, не забудь поставить лайк. На этом все, увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok